Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Обгинск ТВ. Поговорим о событиях города и региона в студии Георгий Розуаев. Для Человекова вот о чем расскажем сегодня. Территорию больничного городка приведут в порядок. У руководства КБ номер 8 есть планы по благоустройству. Вонь с канализационно-насосной станцией и осенизаторские грузовики под окнами. Жительница улицы Пирогова устала простить о помощи. Что строится рядом с северным въездом? В музее истории Обгинска открылась выставка, посвященная Анатолию Сотникову. Как и обещали, вернемся к разговору о будущем клинической больнице номер 8. В продолжении нашей беседы с исполняющим обязанности директора Сергеем Курдяевым затронем судьбу медгородка на Пирогово, работая по благоустройству территории на Ленина и будут ли строиться в новых микрорайонах новые медицинские учреждения ФМБА. Ситуация с медгородком на улице Пирогова остается в подвешенном состоянии. На данный момент работает и не законсервировано только здание психоневрологического диспансера. В нем в этом году проводят поддерживающий ремонт. Не исключено, что строения могут отреставрировать и снова использовать, рассказывает исполняющая обязанности директора. Может быть, их снесут, и ФМБА решит возвести на их месте что-то новое. Рассматриваются разные варианты. Сергей Курдяев рассказал, как бы по его мнению стоило распорядиться этой территорией. Думаю, что мы бы хотели сделать там хороший медицинский центр. Мне бы интересно было сделать там хорошую реабилитацию с онкологией, с палиативной помощью, с хорошими койками психиатрии и наркологии. Я думаю, что там как раз и парк с эреликтовыми деревьями, и сама атмосфера предосполагает к этим службам, как раз к развитию данного направления. И мы могли бы предоставлять услуги не только жителям города Обнинска, но и другим субъектам Российской Федерации. Эту идею руководству Сергей Курдяев предлагал, но в ФМБА пока решения никакого не приняли. Поговорили с директором и о благоустройстве территорий в больничном городке на Ленина его не было давным-давно. Сергей Курдяев рассказывает, что проведена очистка зданий от проросших через фундамент деревьев и кустов, прошел ямочный ремонт. Есть и планы. В этом году у нас, я думаю, что работа будет продолжена. То, что касается второй поликлиники, там территория небольшая. Я думаю, что после проведения капитальных работ мы сможем там облагородить территорию. Мы, скажем, для себя пока выделили такую основную площадку. Это вот между приемным отделением и нашим моргом, и зданием хозяйственно-технической службы. Вот мы там хотим максимально сделать такую благоприятную, комфортную среду для пациентов, их родственников. Планируем осенью посадить там деревья, декоративные деревья, разбить еще дополнительные дорожки и поставить красивые скамейки. Как часть плана было названо и ограничение движения через больничный городок, уже успевшее всколыхнуть общественность. Сергей Курдяев говорит, что в первую очередь есть решение суда. Надо убрать сквозной проезд. И так долго откладывали. Больница и администрация сейчас прорабатывают разные варианты, как можно сделать изменения менее болезненными для жителей. Если люди здесь заедут, то есть если останется одностороннее движение, как вы рассказали, с проспекта Ленина заехали, высадили, скажем, маломобильного пациента, и дальше им нужно выезжать, то они тогда будут выезжать либо через пионерский проезд, делая большой крюк, либо если будет движение изменено на двухстороннее движение, туда-обратно, они будут просто выезжать в другую сторону. Ну и, соответственно, с городом мы прорабатываем дополнительные парковочные места. Как раз планируется расширить эту дорогу и сделать дополнительные парковочные места. Но это как один из вариантов. Либо это будет, а также останется односторонний проезд. Забор вокруг учреждения, тоже ставший у жителей притчей во языцах, будет. Таково требование по антитеррористической безопасности. Раньше был, столбы до сих пор остались, напоминает руководитель. Если в этом году ФМБА выделит деньги, ограждение появится. Из металла, примерно как вокруг школ сейчас. Поликлинику номер два огораживать не намерены, разве что невысокий декоративный заборчик появится. А что насчет строительства филиала в клинической больнице номер восемь в новых микрорайонах разрастающегося Обнинска? Сергей Курдяев говорит, что таких планов нет. Но если город выделит помещение для филиала, например, на первом этаже какого-нибудь из новых многоквартирных домов, клиническая больница номер восемь не откажется. В любом случае, считает руководитель медицинского учреждения Обнинск компактный город, и добраться на Ленина в поликлинику номер один несложно. Дмитрий Глухов, Евгений Соколов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ На месте несостоявшегося стекольного завода рядом с северным въездом ведется строительство некоего объекта. И некоторым жителям интересно, что же возникнет на этой территории, а кто-то уже и беспокоиться начал. В управлении архитектуры Обнинска рассказали, что будет возведено на этом участке промзоны. Строится будет комплекс по производству пластиковой жильственной тары и хранению комплектующих с площадью застройки 11 тысяч квадратных метров. Само здание двухэтажное с 19,5 тысяч квадратных метров. Выдано разрешение на строительство. Проектная документация прошла экспертизу. Строить будем до 2024 года по проекту организации строительства. Получено застройщикам санитарно-эпидемиологическое заключение. От строящегося здания будет санитарно-защитная зона порядка 100 метров. Это строит Синтек, да, это бывшие автомасла и автохимия. Они поменяли название, теперь они АЭНД-менеджмент называются. То есть застройщик зарекомендован и будет строить они. У них по проекту земельного участка есть благоустройство, есть у них подъезды. Жительница с улицы Пирогова обратилась в телекомпанию за помощью. По ее словам, никому нет дела до многочисленных проблем в этом районе Обнинска. Обращения и жалобы в администрацию не приносят желаемых результатов. Основная проблема – курсирующие круглые сутки перед окнами осенизаторские грузовики. Отчасти связаны с ними неприятный запах. Вот сами видели, сюда здесь старая КНСка и свозят со всей Калужской области. Множество машин каждый день приезжает и сюда свозят. С 2012 года раньше сюда не привозили, в другое место куда-то свозили. А сейчас вот такое безобразие, дорогу разбили, там вот дальше пройдете, увидите. Я не доживу, когда эту КНСку построят. И когда они построят, неизвестно. У них отговорки. Я была два раза в мэрии. У них отговорки. В прошлом году это ковид, в этом году события. То у них один подрядчик плохой, то другой подрядчик плохой. Что у них мозгов нет нормального найти подрядчика и сделать все это. Зачем делали дорогу с пионерского проезда, если грузовики продолжают кататься тут, задается вопросом жительница. Проезд вдоль домов таким, как сейчас, был не всегда. После дождя можно пройти только в резиновых сапогах. С каждым годом все хуже и хуже. А никому нет дела, рассказывает женщина. Марина Элатомцева сетует на неприятные запахи, идущие от Пироговской КНС. Отметим, что наверху в день визита съемочной группы запаха не было. Но внизу, в овраге, он ощущался. С организацией по соседству возникают у Марины Элатомцевой конфликты. Она, как могла, загородила участок около своего забора, чтобы туда не парковались. Иначе работники организации могли и пять машин туда уместить. Рядом с домом заброшенное здание. Марина Александровна утверждает, что оно имеет отношение к даче Морозовой. Дескать, это конюшня бывшая. А теперь заброшка, которую не торопится консервировать или сносить. И куда периодически приходят маргиналы. С другой стороны, немного поодаль, укрытая от любопытных глаз, на краю леса лежит огромная куча покрышек, продолжает экскурсию Марина Элатомцева. Рядом с домом колодец, накрытый плитой. Люк давно украли. Периодически дорогу заливает вода. Трубы пробивают. Одна из них пересекает дорогу и наполовину на поверхности. В разговоре со съемочной группой Марина Элатомцева неоднократно повторяла, неужели нельзя все сделать по-нормальному, чтобы было цивилизовано, как раньше. В управлении архитектуры говорят, что сроки завершения реконструкции КНС сдвинуты. И теперь новая дата окончания работ – февраль 2023-го. Когда обратились к начальнику коммунальной сферы города Игорю Роудуве, он с полуслова понял, о каких домах речь. Говорит, с жительницей встречались, обсуждали проблемы. Дорогой от пионерского проезда грузовики не пользуются, потому что пока она недостроена, а еще недавно ее пересекал Котлован. Нужно ждать окончания работ. Они будут ездить уже по новой дороге, потому что у них там будет нормальный проезд, и не будет необходимости уже ехать и ездить вокруг. В то место, куда они сливают, оно специально оборудованное, и там запаха нет. Соответственно, запах может быть по двум причинам. Первое – это чистота, соответственно, вот этой вот бочки, насколько они ее там моют, чистят перед тем, как перевезти – это первое. А второе – сейчас работы ведутся на КНСК, и там тоже может быть сейчас запах с работами, ремонтами. И про покрышки Игорь Роудуви рассказал. Их собирали по всему городу, чтобы вывезти потом на утилизацию. Все разом увезти не вышло, и часть осталась. Явление временное, скоро кучи не будет, пообещал заместитель главы администрации. Даже если временно, может быть, есть в Обнинске более подходящие места для хранения покрышек, чем лес. Игорь Роудуви ответил, что поищут более удачную локацию для складирования. Что же касается ремонта дороги, то его ждать в ближайшее время не стоит, планов нет. По словам заместителя главы администрации, в принципе, критических проблем там не наблюдается. Правда, Игорь Роудуви обмолвился, что по завершении реконструкции КНС вопрос обсудят. Мы предложили заместителю главы администрации рассмотреть возможность, если не заасфальтировать этот участок, то хотя бы как-то привести его в порядок, может быть, отсыпка или еще что-то. Игорь Роудуви сказал, что, возможно, в ближайшее время выйдут на эту улицу, посмотрят, какие есть варианты. Дмитрий Глухов, Евгений Соколов, Обнинск ТВ 14 июля в зале музея, где расположена экспозиция «История Обнинска. Города науки», состоялось открытие выставки, посвященной Анатолию Александровичу Сотникову. Она проходит в рамках проекта «Наш современник» и приурочена к Дню города. Подробности в следующем сюжете. Анатолий Сотников сделал для Обнинска так много, что вряд ли можно найти второго такого человека, вложившего столько сил и энергии в развитие первого «Наукограда». Он жил в Обнинске с 1971 года, когда поступил в Обнинский филиал Московского инженерно-физического института. Упор мы делали на Сотниковское такое изобретение, «Триады образования, власти и бизнеса». Он считал, что именно связка этих понятий и помогает развиваться городу. И город он видел как город-университет, город, в котором комфортно жить. К этому он, собственно говоря, и шел всю дорогу. Идеолог Калужского экономического чуда и развития Обнинска как университетского города – это об Анатолии Сотникове. Те проекты, которые им воплощались в жизнь, становились ступенями для экономического развития и Первого «Наукограда», и Калужского региона. В день открытия выставки было немало гостей. И у каждого своя история знакомства с талантливым человеком, большинство идей которого обретали реальные очертания. Анатолий Александрович занимался многим проектом, как уже все говорят, не только помощь конкретным проблемам, бедам, даже начиная с мелких до больших. Основное он видел крупные проекты. Он их как-то вычленял и большие усилия отдавал именно на эти проекты. И если мы сейчас подведем итог, посмотрим, те проекты, которые он взял, он их все завершал. И во всех этих проектах можно сделать прилагательные впервые. Впервые была в Российской Федерации создана стратегия социально-экономического развития целого региона, основанная на инновационном развитии, в том числе классном развитии. Такого нигде не было. Впервые в Российской Федерации регион подготовил команду управленцев-инноваторов. Причем команда многоликая, которая включила в себя и правительство всех уровней, это администрация, включила крупный бизнес, директоров предприятий, градообразующих. Анатолий Сотников мечтал о воплощении идеи Обнинск, город-университет. Он считал, что только благодаря экономике знаний Обнинск может стать территорией счастья, где каждому будет комфортно жить. И сегодня его мечта для осуществления, которой он так много сделал, воплощается в жизнь. Институт атомной энергетики становится международным научно-образовательным центром мирового уровня в ядерной отрасли. Обнинск намерен войти в число 15 пилотных городов с высоким научно-технологическим потенциалом, которые будут финансироваться по новой государственной программе. Ее цель – обеспечение максимально комфортного проживания в городах, которые отвечают за технологический суверенитет России. Он очень много посещал образовательные учреждения, встречался с учительским составом, встречался с администрацией, с детьми, с родителями, особенно со старшеклассниками. И темы были самые разнообразные – инновация, наука, экономика и развитие. Дети задавали вопросы, и этот диалог, он был настолько интересен, привлекал детей. Диалог, когда тебя погружают очень, знаете, так спокойно. Его мнение стало мнением детей. На открытии выставки присутствовала и супруга Анатолия Сотникова – Татьяна. Для нас была полная неожиданность, что организовали выставку. Мне было очень приятно с Мариной подбирать материалы. Я видела, каким трепетом она выбирает, что показать. И вместе с ней пережила все по-новому, начиная от того же регби, детских фотографий и последних фотографий. И, конечно, вы знаете, вот я наконец-то получила то, что в эти полтора года не получала, что действительно любили, уважали, так же, как и мы в семье. Гости музея смогут познакомиться с книгами и предметами, рассказывающими о том, как в Обнинске воплощалась идея экономики знаний, с документами и фотографиями, которые посвящены разным этапам деятельности Анатолия Александровича. Представленные материалы взяты из фондов музея, коллекции Агентства инновационного развития Калужской области и архивов семьи Анатолия Сотникова. Жители и гости до 9 сентября смогут познакомиться с жизнью и проектами такого талантливого и выдающегося человека, который сделал для родного Обнинска многое. Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Расскажем в очередном эфире программы новости, которая выходит в эфир по будням в 19 часов до понедельника.